Все родители хотят, чтобы их ребенок проводил время за компьютером с пользой, а не просто так в играх, в сайтах или за просмотром фильмов. Часто после этой мысли у современных родителей приходит идея. Почему бы моему ребенку тогда не начать изучать программирование? Разработчик — очень перспективная и востребованная профессия. А обучение в IT-школе является хорошим способом повысить успеваемость и превратить вредную привычку в полезное занятие. Но параллельно с этой идеей возникают вопросы. Где и как организовать обучение так, чтобы ребенок получал от этого удовольствие, а не очередную тонну домашних заданий и полное нежелание ходить на занятия? Как сделать так, чтобы он сам бежал на уроки и с восхищением делился результатами проделанной работы? Смотрите это видео до конца. Сегодня подробно разберем 4 способа и 4 нюанса обучения ребенка программированию, о которых необходимо знать, чтобы сделать процесс изучения легким, интересным и вовлекающим. Всем привет! Меня зовут Аделия и на связи онлайн-школа программирования EasyCode. Обучение ребенка программированием может быть захватывающим и полезным приключением, но требует определенного подхода. Существует 4 основных способа. Способ номер один — разнообразные приложения и игры. На просторах интернета много разнообразных приложений и игр, которые могут помочь начать изучать детям программирование уже сегодня. Они представляют собой простые пазлы или головоломки, которые необходимо решить с помощью логики. Некоторые из них даже имеют блочные интерфейсы, которые помогут детям создавать свои собственные программы без написания кода. Они представляют собой увлекательный и визуально доступный способ для детей изучить основы разработки. Примером может служить приложение Scratch, где дети могут создавать свои собственные игры, анимации и интерактивные истории, перетаскивая цветные блоки кода. Этот метод визуализации помогает детям легко понимать логику программирования без необходимости запоминания синтаксиса. Эти приложения и игры обычно представляют собой набор задач различной сложности, что позволяет детям постепенно развивать свои навыки. Они могут создавать проекты и делиться ими друг с другом. Такой подход стимулирует творческое и логическое мышление, пробуждая интерес к программированию. Представим, что ребенок хочет создать игру, в которой персонаж должен пройти лабиринт. С использованием блоков приложений ребенок может спланировать движения персонажа, условия для победы или поражения, добавить звуки и создать уникальные элементы игры. Такой подход к обучению делает программирование интересным и доступным, поскольку дети видят результат своей работы практически мгновенно. За счет простоты использования ярких элементов и простора для творчества, этот метод обучения подходит даже для самых маленьких детей. Способ номер два. Онлайн-платформы и сайты. Существуют многочисленные онлайн-сервисы, предлагающие обучающие материалы и курсы по программированию для детей. Эти платформы обычно предоставляют визуальные инструменты и блочные интерфейсы, что делает процесс обучения доступным и увлекательным. Примером такой платформы может служить Code.org, где для ребенка предоставлен большой выбор курсов, направленных на развитие навыков программирования. Данный способ позволяет детям изучать программирование в удобном для них темпе. Сервисы часто предлагают интерактивные уроки уже с готовыми заданиями и проектами, которые ребенок может выполнять прямо в браузере. Это обеспечивает практический опыт и мгновенную обратную связь, что очень важно для эффективного обучения. Ребенок может начать с базовых курсов, таких как основы программирования, где изучат основные принципы создания кода, а потом перейти к более сложным, таким как создание игр или веб-разработка. Каждый урок предлагает практические задания, которые ребенок выполняет, используя те же самые блочные интерфейсы или текстовый код. Онлайн-платформы предоставляют структурированный и увлекательный путь для изучения программирования, позволяя ребенку выбрать темы в соответствии с его личными интересами. Способ номер три. Онлайн- или оффлайн-курсы и внеклассные занятия. Многие современные школы предлагают занятия по программированию. Также сейчас большую популярность набрали курсы дополнительного детского IT-образования. Как правило, занятия ведут опытные преподаватели и действующие разработчики. Программа составляется, исходя из актуальной информации на рынке специалистов. Курсы по программированию являются наиболее эффективным способом обучения, поскольку они предоставляют структурированный учебный план, составленный профессиональными методологами. А также прямое обучение от опытных преподавателей, которым всегда можно задать вопросы и попросить повторить материал или разобрать подробнее определенную тему. Примером таких курсов может служить онлайн-школа программирования EasyCode, где дети обучаются на удобной платформе как индивидуально, так и в небольших группах. В игровой форме они изучают создание игр, сайтов и даже разработку на одном из самых популярных языков программирования Python. В отличие от самостоятельного изучения, курсы предоставляют систематизированный подход, ориентированный на конкретный результат за определенный промежуток времени. Индивидуальный подход, поддержку со стороны преподавателей и нескурсное интерактивное обучение. Регулярные занятия позволяют детям постепенно прокачивать знания и переходить к более сложным заданиям. Курсы и внеклассные занятия обеспечивают обучение с учетом потребностей детей разного возраста и уровня подготовки. Профессиональные преподаватели простым и понятным языком объясняют материал, чтобы дети воспринимали обучение как что-то интересное и легкое, а не сложное и страшное. Этот метод также обеспечивает социальное взаимодействие, что позволяет найти друзей из разных городов и даже стран. Способ номер 4. Физические игрушки. Наборы различных конструкторов предоставляют уникальный и тактильный подход к изучению программирования. Примером таких наборов может служить всеми известная LEGO. Этот метод обучения развивает у детей не только навыки программирования, но и улучшает логическое мышление, координацию и понимание причинно-следственных связей. Рассмотрим игрушку, где дети могут создавать программу для робота, который должен проехать лабиринт. Впользуя блочные элементы или карты с командами, они программировали движение робота, управляли его скоростью, поворотами или остановками. Затем, наблюдая за реакцией робота, дети могли корректировать свои команды, чтобы добиться желаемого результата. Физические игрушки представляют детям интересный и непосредственный опыт программирования. Они подходят для младших возрастных групп и способствуют развитию ручной моторики. С такими игрушками дети могут не только учиться, но и играть, совершенствуя свои навыки программирования. Прежде чем мы перейдем к нюансам обучения ребенка программированию, расскажу вам про бонус. В нашей онлайн-школе программирования EasyCode для детей действует бесплатный пробный урок, на котором ребенок уже сможет создать свой первый IT-проект. Это один из уроков нашей большой программы, после которой дети начинают с пользой проводить время в гаджетах. Их успеваемость вырастает на 32% уже после первых 12 уроков, и на которых ребенок с детства осваивает навыки одной из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий в мире. Чтобы записаться на этот пробный урок, просто переходите по первой ссылке в описании. А мы продолжаем. Итак, нюансы, которые следует учитывать, прежде чем начинать обучение ребенка программированию. Возраст адаптации. Чтобы не напугать ребенка очередным новым предметом для изучения, важно подобрать подходящий уровень сложности и формат обучения. Детям помладше может понадобиться более простой игровой и визуальный подход. В то время как для детей постарше можно использовать более сложные языки программирования, где есть как теория, так и практика. Игровой подход. Попытайтесь сделать процесс обучения легким, веселым и интересным, чтобы у вашего ребенка за счет осознания непринужденной обстановки и своих собственных успехов, мотивация к обучению так и росла. Игровые элементы, соревнования, яркая платформа, подарки за достижение целей, творчество и самовыражение – определенно лучшие помощники в этом. Поддержка и мотивация. Всегда будьте на стороне своего ребенка. Излучайте только положительные эмоции по отношению к его обучению. Не ругайте его за то, что он где-то немножечко отстает. Лучше похвалите его за то, что он все-таки начал обучение и уже создал свою первую игру или сайт. Поверьте, если он будет чувствовать вашу гордость, искреннюю радость, поддержку и восхищение его результатами, то он будет готов свернуть горы, и у него все обязательно получится. Просто будьте рядом. Регулярно напоминайте ему о его достижениях и помогайте преодолевать трудности. Практика и творчество. Создайте пространство для творчества. Позвольте вашему ребенку экспериментировать и создавать что-то свое, уникальное и ни на кого не похожее. Пусть даже порой для вас что-то будет казаться странным. Помните, что каждый ребенок уникален, поэтому необходимо подходить к обучению программированию с пониманием его индивидуальных особенностей и интересов. И последнее. Хочу еще раз вам напомнить о нашем бесплатном пробном уроке по программированию для детей. Это урок из нашей большой программы, после которой дети растут в успеваемости и начинают с пользы проводить время в гаджетах. Записывайтесь на него по первой ссылке в описании этого видео. А также подписывайтесь на наш канал и смотрите другие наши видео. С вами была Аделия и онлайн-школа программирования EasyCode. Всем пока-пока!